Тяжело пошло Привет всем, меня зовут Галинка И это мой альтернативный взгляд на город Екатеринбург Это наш третий выпуск И последний, посвященный Ботанике Дальше мы идем к другому району, а именно в Торчермет Надо сейчас торжественно заштриховать Ботанику Торжественная церемония Заштриховывания, закрашивания Нашего чудного зеленого района Для этого нужна особенная музыка На Ботанике мы сегодня покажем последние две точки Пока не буду их называть Это то, что мы хотели показать на данный момент То есть мы уложились в три выпуска Следующий наш район это Торчермет На Ботанике так красиво Ну, в Торчерке тоже красиво Мы объединили его с маленьким районом РТИ Блин, а цвет-то все-таки стояло выбрать другой Мы его обозначили Мы за него взялись в Торчермет Жди нас на сегодняшний выпуск Это последний выпуск, посвященный Ботанике Ботаника считается типичным спальным районом Потому что у нас нет ни одного промышленного предприятия Зато у нас есть аэровокзал Ботан! Правда, бывший аэровокзал Клёвый же Теперь это Уральское межрегиональное территориальное управление Подтушного транспорта Я сделала это, я сказала! Какой еще район может похвастаться тем, что на его месте когда-то был целый аэропорт В 1923 году здесь была посадочная площадка, база для самолётов Добролёт В 1932 году это уже был огромный аэропорт Уктус После Великой Отечественной войны Все рейсы перенесены из Уктуса в Кольцово Оставив Уктусу лишь местные авиаперевозки В 1960-х сам аэропорт Уктус был принесен в Арамиль В 1988 началась активная настройка Ботаники Это единственный район, вместо которого была просто взлётная полоса Вот эта красота Находится она на улице Кристинского С этой замечательной, чудной, лётной точкой на Ботанике мы закончим Это предпоследнее И сейчас мы пойдём на другую, точнее не пойдём, а полетим! И мы у метро! Какой ещё район похвастается, кроме ещё восьми? Наличие метро на Ботанике, оно было сделано в последнюю очередь Это конечная станция Единственная станция, где есть целых восемь выходов, чтобы быть, что там, где хочется и планируется ещё два Первоначально в проекте Сурдовского метрополитена наша станция должна была называться Единская Но мы бы так её не называли, потому что она находится на Ботанике, поэтому она ботаническая Строиться она начала 27 марта 2007 года Здрасте! Закончилось строительство примерно в ноябре, но торжественное открытие было 28 ноября 2011 года И на этом открытии присутствовал Дмитрий Анатольевич Мы на станции! Я не уверена, что у меня слышно, но мы на станции Ботаническая, самая красивая! Наша станция Ботаническая, она трёхсотая, ровно трёхсотая в России А может поэтому она была так торжественно открыта с такой величностью Кстати говоря, я пыталась сфотографировать этот процесс тогда, ещё в 2011 на далёком Но у меня не получилось, мне когда был альбом ВКонтакте Мне дали сфотографировать само открытие На балконе оказались, откуда я хотела сфотографировать, оказались сидяденькие в чёрном Мягко так пригрозили освободить помещение и фотографировать И вообще, пошла вот отсюда Обратите внимание, везде поддерживается форма правильных шестиугольников Конечно, ассоциируется это, как правило, у людей с пчелиными сотами Ну и ещё эта вторая станция, которая пошлась без эскалатора Как бы сильно его не хотелось, но, к сожалению, здесь нет при всём желании Облениться и довериться потоку этой машины Придётся довериться своим ножкам, пешочкам, подниматься по лесенке Всякий раз, когда приезжаете домой Ну или просто на Ботанику в гости Любимая рубрика Панорама Попытаюсь ухватить все выходы Один у Дирижабля Он где-то там далеко Второе действие на Кристинского Ну, в смысле, по идее, здесь Шварца Кристинского Ну, где-то Шварца Кристинского Остальные выходы там Подходить к ним каждый месяц, но я не вижу А вон там, где-то вон там, там далеко Мы любимая пекарня Но это секретик, я не буду её показывать На этом у нас всё Более того, не только всё на этот выпуск, а ещё и с Ботаникой Мы за сегодняшний день потратили на одного человека 23 рубля, чтобы зайти в метро и показать всю красоту Больше не тратили ни копейки Адреса Белинскую 246 Это бывший аэровокзал Старое здание 30-х годов Безумно красивое Можете прийти посмотреть Мы не смогли подойти к нему ближе, к сожалению Но это не повод не подходить к нему вам Если честно, у нас сейчас небольшой ступор Как сказать, адрес метро Станция Ботаническая Присылайте мне ещё больше адресов Интересных, красивых, крутых мест вашего района Большое спасибо, что делитесь этим со мной Я обязательно покажу их в своём репортаже Дам на вас ссылку и в описании, и поблагодарю лично вживую Каждому прям воздушно поцелует меня за каждый адрес Подписывайтесь на канал на Ютубе Подписывайтесь на паблик ВКонтакте Делайте репосты, ставьте лайки И по-прежнему делайте мне комплименты Я рада любой критике И, конечно же, ещё больше рада поддержке За что огромное спасибо всем и каждому Всех люблю, будьте чудом, пока-пока Ну, мне просто нравится, что у меня там крылышки Я хотела их снять Я летаю